Музей Малые Карелы – второй этап реставрации самой известной ветряной мельницы начала 20-го столетия. Уже завершено укрепление фундамента и сейчас бригада плотников с помощью высотной техники приступила к установке деревянных механизмов. Цветлана Синицына наблюдала за работой. Мельница из Кожиозерского мужского монастыря Онежского района давно стала визитной карточкой музейно-архитектурного комплекса Малые Карелы. Ее перевезли сюда в 1972 году. Если немного пофантазировать и прислушаться, то можно услышать поскрипывание ее мельничных крыльев и работу деревянных механизмов. История этой шатровой мельницы началась около 120 лет назад. Высота ветряка тогда и сейчас – 18,5 метров. На русском севере строительство больших мельниц обычно велось в крупных хозяйствах – монастырей, верфи, лесопильное производство. Онежская мельница была одним из первых экспонатов музея под открытым небом. К середине 70-х ее отреставрировали. Она до сих пор самая крупная хозпостройка на территории Малых Карел. Спустя почти полвека вновь встал вопрос о реставрации объекта с целью сохранения уникального памятника и улучшения его технического состояния. Работу разделили на три этапа. Сначала укрепили фундамент, закрепили окладные венцы и устранили деформацию стен верхнего амбара мельницы. Сейчас бригада плотников-реставраторов музея с помощью высотной техники приступила к установке деревянных механизмов ветряка. Подъем шестерни, установка вала, посадочное гнездо. Частично его замена, реставрация была произведена. Все то же самое будет, как и раньше было. Причем бревно для вала диаметром 60 сантиметров искали полтора года. Подходящую сосну нашли в лесах Приморского района. Дерево окорили, высушили и придали ему форму горизонтального мельничного вала. Это тот элемент конструкции мельничного механизма, с которого, по сути дела, все начинается. На завершение мельничного вала крепятся уже мельничные крылья. То есть, та сила ветра, которая попадает на крылья, приводит в бежение сам мельничный вал. И с этого начинается процесс помола зерновых. Правда, молоть зерно мельница с кожпоселка не будет. Речь идет о частичном восстановлении механизмов. В Малых Карелах представлено самое крупное в России собрание мельниц. Все виды северных ветряков. Их восемь и одна водяная. Есть и действующие, которые раз в год на праздник хлеба мелят муку. Следующим этапом реставрации будет установка крыльев и поворотного механизма. Завершить работу музей планирует этой весной. Светлана Синицына, Алексей Седых, Вести Поморья, Приморский район.